Дорогие друзья, мы продолжаем диалог на тему театра, и не просто театра, а тех, кто создает очень яркие постановки. И, как я обещал, у нас в гостях очередной герой. Это солист музыкального театра Новосибирска Никита Воробьев, который удостоен высокого звания. Он стал лауреатом «Золотой маски». Персонально ведь это звание, не просто в целом за спектакль. Сколько было номинаций в этой постановке, о которой мы сегодня будем говорить? Фома называется? Фома, да. Сколько было номинаций? На какое количество номинаций был выдвинут спектакль? Спектакль был выдвинут на 9 номинаций. Это и лучшая мужская роль, и роль второго плана, и лучшая женская роль, и художник по костюмам, режиссер, лучший спектакль, работа дирижера. Художник по свету. По-моему, все. По-моему, 9 перечислил. Сколько получили в результате из количества? Три. Три. То есть это вот маска за роль второго плана. Но это вокальная роль, да? Конечно. Кто это? Что за герой, которого вы исполняете в этом спектакле? Это лучший друг главного персонажа, главного героя Фомы. Зовут его Александр, Саша. Роль непростая, потому что человек меняется. В первом акте он один, во втором акте совершенно... А что там за изменения? Хулиган? Другой человек. В первом акте это обычный парень хипан, который любит музыку, который наслаждается жизнью, молодой. Драйв. Драйвовый, порывистый. А во втором акте система его ломает. И он становится милиционером. Вот так, да? Ну, да. Ну, удалось создать образ, судя по всему, да? Оценили? Видимо, да. Судя по тому, что вы привезли с собой из Москвы. Что такое создание музыкального спектакля? Тем более на тему, ну, вот такую близкую, современную тему. Там же Шевчук за всем за этим, да? Вот давлел, скажем, музыкальный ряд, его вот эти песни. Что вы делали в процессе постановки, поиска образа? Ну, конечно, песни его значительную роль играют в этом спектакле. Да, вообще основную. Все его песни с глубоким смыслом. И приходилось слушать не раз их. Да, я думаю, что это основополагающее вообще, что было в спектакле. И сам Шевчук как бы такое отеческое наставление дал нам на этот спектакль. И вот мы с помощью вот этого, может быть, наставления, и получился сам спектакль. И мы взяли вот эти вот награды. Ну, здорово. Безусловно, мы все поздравляем. И наши телевизионные зрители присоединяются к этим поздравлениям. Я знаю, что вы показывали предварительно спектакль в Новосибирске, а потом в Москве. В новых сценических условиях. Разница есть между зрительской аудиторией в Новосибирске и в Москве? Ощущение дыхания зала, обратной связи? Ну, я вообще думаю, что каждый спектакль, разный зритель. И даже в Новосибирске один и тот же спектакль никогда не повторяется. По-разному, да? Конечно, по-разному. И зритель приходит разный. И Москва было не исключение. Конечно, в некоторых местах было неожиданно, что зритель так реагирует. Немножко по-другому, нежели в Новосибирске. Другие акценты, скажем, да? Другие акценты. Восприятие. И было очень много народу. Несмотря на пандемию, народу было много. А там же вообще какая-то необыкновенная история была. Приехал целый состав поклонников. Вот про это чуть-чуть там. Ой, ну, насколько я помню, да, были какие-то люди, которые... Но фанаты просто Шевчука приехали на спектакль. И фанаты Шевчука, и фанаты Новосибирского музыкального театра тоже приехали с Новосибирска специально, чтобы поддержать нас, посмотреть спектакль, может быть, увидеть реакцию московского зрителя. Сравнить с чем-то, да? Да. Вот. Ну, не разочаровали? Нет. А вас Москва в хорошем смысле как-то удивила, потому что, понятно, спектакль, а потом уже вручение непосредственно маски в громадном комплексе, зарядье, да? Вот какое ощущение внутреннее? Было очень волнительно. Да. Особенно, когда мы подъехали к этому зданию, огромное, потрясающее, невероятно красивое здание с огромными стеклами, и внутри просто совершенно роскошное. И когда мы зашли в зал, нашим номинантом, так сказать, нашего музыкального театра выделили 11-й ряд, а этот, вру, 6-й. 6-й ряд, и, получается, он был с таким небольшим проходом, и когда мы сели на свои места, мы оказались четко по центру перед названием «Золотая маска», и эта маска смотрела четко на нас. Да. И она так давлела немножко, медитация такая происходила. Да, и мы пофотографировались там, конечно, все это в таких условиях, что сейчас непростые условия, все были в защитных масках, и... Но, тем не менее, праздник это не испортило. Не испортило, но было очень волнительно. А вот когда идет объявление, это же прям вот мышцы, нервы, это же прям вот так вот называют одного, бум, твоя фамилия. Воробьев. Да. Музыкальный театр. Что вот в этот момент происходит с артистом в зале? Адреналинчик сразу же. Радость? Шок. Непонятно, радость. Туман? Все как в тумане. Как будто ты спортсмен, который только что выиграл Олимпиаду какую-то. Но это, безусловно, национальная Олимпиада, здесь по-другому не скажешь. В культуре. Но больше была сначала радость за моего коллегу, его первого объявили лауреатом, Александр Крюков, и мы с моей супругой искренне радовались. Мы как бы надеялись, что Саша будет, и верили, что он получит эту маску. И когда вот назвали Александр Крюков лучшая мужская роль, мы, конечно, вот тогда было счастье, тогда была радость. А когда назвали мою фамилию и имя, это был шок, просто я не ожидал. То есть, уже было празднично, уже было гордо за своего коллегу, которого раньше назвали, да? И потом вдруг, как бы бонусом, да? Ну, как бы да. Такой счастливый привет от магии золотой маски. Хорошо. Когда вы сыграли спектакль в Москве, то на сону поднялся, поздравляю вас, генеральный директор Большого театра. Это было само по себе достаточно высокой оценкой. Господин Урин очень внимательно следит за развитием музыкальных, театральных проектов в регионах. Бывал в Новосибирске неоднократно. И вот что вы услышали из уст маэстро? Не помните? К сожалению, в этот момент я находился где-то за кулисами, отдавали маску. Но я смотрел интервью, и я так понял, что он был тоже потрясен этим спектаклем. Потому что, говорит, у нас в России ничего такого. Подобного, да? Да, это поколение слушало Шевчука, но можно сказать, что выросло на его песнях. Вот чтобы создать такой оригинальный спектакль, да? Действительно, дорогого стоит. Ну и тем более такая оценка. А сейчас вернемся к театру. Что такое быть артистом музыкального театра? Я когда неоднократно спрашивал вашего руководителя, директора и художественного руководителя, Леонид Михайловича, он всегда говорит, у меня в театре несколько трупов. То есть и музыкальный, и балетный состав, и оркестровая часть. Артист музыкального театра – это прям мастер на все руки. В данном случае ноги, руки, голову и связки, да? Все остальное. Да. Тяжело петь вокальные партии, двигаясь в это время, создавая образ? Тяжело в комплексе работать. Когда многое требуется. Да. Здесь и сейчас, в секунду. Да. И суметь это, да? Мы же, помимо того, что должны существовать на площадке как хорошие драматические артисты, еще специфика жанра предполагает, что мы должны петь, мы должны танцевать. И плюс, если в драматическом театре больше театр переживания такой, больше театр Станиславского, то у нас бывает по-разному. У нас бывает, что режиссеры просят и что-то делать, как драматические артисты, и прям проживать, что-то придумывать на ходу. А бывает режиссер застраивает картинку, застраивает каждый жест, взгляд, и такой уже получается театр представления. И всегда нужно быть мобильным, и всегда… Надо быть гибким. Да, и всегда приходится держать себя в форме, в тонусе и в голосовом, и в физическом как-то вот… Подстраиваться под режиссерскую задачу, да? А что такое держать в тонусе вокал? На улице бывает плюс 40, минус 40. Сибирь такая достаточно интересная климатическая зона. Вот закутываетесь зимой в шарф, согреваетесь каким-то образом, да? Вернолыжный костюм, штаны сверху, еще одни штаны, сверху кофта, все шарф. На сцене прохладно в это время, да? На сцене? Да, вот когда репетируете. У вас здание уникальное, это же летний кинотеатр, он фундамента даже не имеет. Мы все время говорим о том, что театр нуждается в новом помещении. И сегодня есть проект, когда мы всерьез обсуждаем уже помещение театра в парковой зоне, центрального парка Новосибирска. Конечно, хочется новую сцену, да? Да. Есть такое, да? Мы еще в институте учились, когда говорили, что у театра музыкальной комедии будет новое здание. Прошло 10 лет. Да, но, к сожалению, так все быстро меняется, но, тем не менее, мы желаем, с учетом того, что театр обладает сегодня колоссальным количеством не только масок, но и потенциала, да? А сколько, кстати, масок? Вот это какая по счету получается? Пятнадцатая. А, пятнадцатая уже. Ну, вот это конкретно четырнадцатая. Да, да, да. А после нее еще одна, да? После нее был еще за спектакль. Отлично. То есть, в целом за спектакль. Скажите, пожалуйста, вот идея, значит, от поступления в театральный институт до выхода на сцену, вот она имела какие-то промежуточные звенья, да? То есть, родилась мысль сразу стать артистом музыкального театра или были какие-то движения в разные стороны? Потому что вы очень хорошо говорите о драматургии, о драматическом театре, а вот музыкальный театр сразу пришла идея, да? Потому что вокальные данные хорошие или что-то было? Ну, идея стать артистом была сразу, потому что у меня родители артисты, они работают в государственном академическом русском народном сибирском хоре. Папа работает до сих пор, мама уже не работает, вот, и поэтому как-то это, наверное, в крови. Но по поводу музыкального театра, на самом деле, я даже не думал, что поступлю на музыкальный театр, и я думал, что буду поступать на драму. Но вот в 2009 году я пришел в театральный институт, и Игорь Борисович Стюваев... Это руководитель ансамбля филармонического Маркелова Голоса, очень известный музыкант. Решил набрать курс, да, вот, и набрал курс. И во время конкурсных испытаний, видимо, да, увидел вокальные данные, предложение сделал, да? И вот я, собственно говоря, даже на драму и не стал поступать, а сразу подал документы. Нет ощущения внутреннего, что можно было в другой театр прийти. Вот сегодня уже с высоты мастерства, будучи... Я думаю, что нет. Все одно... Да, все хорошо. Все в руки, да, все в руки, и маска в том числе. Итак, солист музыкального театра Новосибирска. Какие мечты у Никиты Воробьева? Мечты... Сбываются. Сбываются. Ну, во-первых, роль второго плана есть. Теперь нужно получить лучшую мужскую роль. Хотелось бы в дальнейшем, может быть, попробовать себя в режиссуре, но это немножечко попозже. В драматургии тоже немножечко попозже. То есть писать хотелось бы, да? Уже есть кое-что, но это немножечко попозже. А пока только работать, развиваться, и дай бог, если даст силы, то завоевывать еще награды для нашего театра, для Новосибирской области. Классно. Тем более мы находимся накануне юбилея Новосибирской области, и это чрезвычайно приятно. Мы, безусловно, готовимся отметить это событие в будущем, в 2022 году. Что можно пожелать зрителю, который приходит и любит музыкальное искусство и музыкальный театр от теперь уже лауреата «Золотой маски»? Хотелось бы, чтобы зритель оценивал каждую постановку, несмотря на то, мюзикл ли это, или какой-то драматический музыкальный спектакль, или оперетта. Поэтому я желаю зрителям развития какого-то, и приходите просто к нам в театр получать удовольствие. Мы всегда рады и открыты вам. Спасибо. Спасибо. Это был Никита Воробьев. Это было его первое профессиональное телевизионное интервью в программе «Дом культуры» на 49-м канале. Мы от лица наших зрителей, безусловно, приветствуем, поздравляем. И нам чрезвычайно приятно и гордо за театр, и за вашу работу. Спасибо большое. Наша программа «Дом культуры» прощается с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин